САМИР ШАНТРЫ На самом деле это было неоднозначное решение, насколько я помню, что немножко судья ошибся, поскольку Даутадаев вовсе не стучал, не было сигнала сдачи, не было звуков о сдаче, но схватка была остановлена, по правилам джиу-джитсу решение схватки менять нельзя, и поэтому САМИР ШАНТРЫ тогда победил, собственно говоря, болиум на ногу. САМИР ШАНТРЫ Выбил многократного и легендарного Каю Тэру. САМИР ШАНТРЫ Пожали руки сопернику друг к другу. САМИР ШАНТРЫ 36 лет, Лаерсио, 29 к САМИРу. САМИР ШАНТРЫ Начинается схватка. Традиционное приветствие, мы его уже видели сегодня. У САМИРа любимая атака, это болевой на ногу, так называемый ТОУХОЛД. А Лаерсио Фернандес, в принципе, у него очень динамично открытый хороший гард, хорошие проходы, в общем, был раундед файтер, хорошо работающий везде. Кто фаворит в этом бою, Али? Я не знаю. Ну, на самом деле, с точки зрения опыта, САМИР ШАНТРЫ намного опытнее, я его вижу много больше на выступлениях во всех соревнованиях, он чуть более значимое имя в джиу-джитсу. Но почему-то, мне кажется, Лаерсио выиграет. Скажу больше, почему просто мне больше импонирует стиль борьбы Лаерсио, нежели САМИРа. У САМИРа, как я сказал, любим болевые на ноги, он любит делать очень болевые на ноги, все вокруг этого крутится. Но в целом он в основном проявлял себя и основные титулы зарабатывал в схватках по ноги. То есть, САМИР ШАНТРЫ очень прекрасно ориентируется по грэплингу, прекрасно ориентируется в джиу-джитсу ноги. Прыгает гард САМИР. На самом деле, они как будто бы оба прыгнули в гард, но судья не оценил это действие таковым образом. Два балла Лаерсио он не дает. В общем, хотел сказать, что САМИР в основном боролся в ноги, а Лаерсио в основном все свои схватки выигрывал в ги. Тренируется он у Кабрини, Рубенса, Чарльза, Кабрини. Вон, судя по нашивкам, на левом плече у Лаерсио видно Кабрини файт-тим. САМИР ШАНТРЫ представляет с недавних пор команду ОРЭС, хотя практически всю свою жизнь они тренировались у Кайотеры. Он, Асфалда Маузиньо, Милтон Бастас, эта вся тройка была у Кайотеры, но потом разошлись, основали свою команду ОРЭС и представляют ее втроем. Ну, конечно, там гораздо больше представителей, чем этим трое, я называю именно самых главных ее действующих лиц. В неприятную такую ситуацию попал Лаерсио Фернандес. У него левая нога застряла по коленный сгиб, собственно говоря, в голени САМИРа. Возможно, мы увидим здесь атаку на коленный сгиб, так называемая канарейка или байсип слайсер, калф слайсер, то есть калф это у нас икра, это скручивание икроножной мышцы. Хорошо известный по нашему САМБО. Канарейка, да? Канарейка. Вот, канарейка в самбо называется прием. Поэтому сейчас очень аккуратно Лаерсио пытается выбраться из этой ситуации, не отдавая второй захват под вторую ногу, чтобы САМИР не мог завершить и доломать колено. Пытается свою правую ногу вынуть оттуда Лаерсио и выбраться из плохой ситуации. Но пока что не очевидно, как это можно легко сделать, поэтому немножко застрял он. Может ли судья вмешаться и расцепить вот этот захват, потому как, мне кажется, ситуация патовая? Я на самом деле не вижу, как судья может здесь вмешаться, потому что я бы не сказал, что ситуация патовая. Ситуация патовая до тех пор, пока они не начнут открываться и рисковать. Судья может повлиять на схватку, начиная давать им очки пеналти, так называемые, нарушения за пассив. И тогда уже он, собственно говоря, просто замотивирует их открываться. То есть он не может просто остановить схватку и сказать, давайте, давайте с другой позиции. Но если он заметит, что кто-то использует позицию в целях просто сжигания времени, не пытаясь развиваться, не пытаясь выиграть досрочно, судья благополучно накинет вам пеналти. Пеналти это нарушение, оно дается не только за пассивное ведение борьбы. Есть несколько критериев, за которые его можно получить. Самые популярные на сегодняшний день в джиу-джитсу, основная такая, захваты четырех... Одного из четырех пальцев заходят во внутреннюю часть штанин или рукавов. Вот обратите внимание, сейчас лаерси в синем кимоно, ну, уже не обратите внимание, но на самом деле просто обратите внимание, каждый раз, когда борцы хватают штаны или рукава, они никогда не засовывают один из своих четырех пальцев, начинают мизинца до указательного, во внутреннюю часть рукава, так как это запрещено правилами, и если вдруг он засунет судья это за месяц, то он просто даст ему пеналти, и этот пеналти будет висеть у него до конца схватки, и, возможно, повлияет на схватку. Так вот, захваты четырех пальцев ни со штанинами, ни с рукавами внутрь не разрешены. Кисть на овал лица ставить нельзя, то есть, если вы положите кисть на овал лица, тоже дадут пеналти. Пассивное ведение схватки. Ну, разговаривать, спорить с судей, наверное, такие моменты, в принципе, можно не обсуждать, так как они всем известны. Лаерсио Фернандес, да, пытается сделать болевой на ногу, называемый toe hold, то есть удержание большого пальца ноги, грубо говоря, скрутка стопы. Этот болевой значится как... любимый болевой прием как раз Самира Шантры, поэтому он с таким лицом сидит, недоумевает, думает, неужели ты мне его собрался сделать. Ну вот 22 секунды остается до конца раунда. Да, Самир выигрывает 2-0 по баллам, видно обоюдная атака, Самир атакует ахилл, Лаерсио атакует скрутку стопы, пока непонятно, чем все это дело закончится, но кажется мне по баллам так все и будет 2-0, и Самир в первый раунд заберет себя в копилку. Лаерсио пока не совсем понимает, как ему выкручиваться из этой ситуации, скорее всего дело все... да, перейдет во второй раунд. Да, раунд заканчивается. Аккуратненько с випом Самир Шантры зарабатывает 2 балла и забирает первый раунд свою копилку. Как вы видите, джиу-житсу не такой вид спорта, где динамика сумасшедшая, где с первого раунда, с первых минут все начинает прям... Ну, наверное, от бойцов зависит. И от бойцов зависит, но и в целом, когда... в данном случае и от регламента. Если раньше у нас была одна схватка, которая длилась 10 минут, 8 минут или обусловленное время, то сейчас у нас несколько раундов, то есть вам неминуемо скажут, дадут паузу, неминуемо заставят подождать одну минуту. Поэтому, наверное, с точки зрения тактики нецелесообразно все свои силы пускать в начало схватки, так как в любом случае будет несколько пауз. Ну и джиу-житсу, в принципе, такой вид спорта, он не самый динамичный, очень, я бы сказал, интеллектуальный, очень много решений приходится обдумывать, делать головой. Но те решения, которые вы делаете головой, непременно придется, собственно говоря, делать собственным телом, поэтому ваше тело должно быть на определенном физическом уровне, вы должны не уставать, выполняя собственные решения. Но и здесь нагрузки специфические, это больше нагрузки такие анаэробные. Да. Статические нагрузки. Очень долго приходится захваты держать, которые никуда не сорвутся, просто контроль. Все это да, все очень много на статику работы приходится делать. Но зачастую бывают такие схватки, где ни на секунду не остановиться. Возможно, мы сегодня такие увидим. Но чаще всего такие можно увидеть, схватки, где кимоно отсутствует, в категориях ноги. Итак, начинается второй раунд. Первая минута, как обычно, отводится стойке по регламенту ECBJJ. Начинают бодаться лбами, друг друга подергивать, проверять балансировку на ногах. Очень грациозно выглядит Самир Шантры. Как будто всю жизнь провел в секции дзюдо. Ну, возможно, и провел какое-то время. Судья дает... Вот смотрите, если в стойке ничего не происходило в определенное количество времени, определенное это 30 секунд, судья перетаскивает их в центр, распускает захваты и дает им по одному нарушению, то есть по пеналти. И это нарушение затем окажет какое-то влияние на внесение решения? Да, оно оказывает влияние. Ну, если три нарушения в течение поединка ты получишь, то ты дисквалифицируешься. Сейчас у нас был вроде бы паугард. Два балла Самир Шантры за тейкдаун не получил, поэтому я продолжу, не отвлекаясь. Так вот, по джиу-джитсу. Второй пеналти. Вот вообще в IBJF, где есть у нас преимущество, первый пеналти, он просто у тебя в копилку, второй пеналти дает преимущество сопернику, третий пеналти дает два балла сопернику, четвертый дисквалификация. Здесь у нас ситуация чуть проще, преимуществ нету. Здесь просто второй пеналти дает два балла. И третий пеналти, как я понимаю, уже дисквалификация. Хотя у нас вроде бы четыре ячеечки для пеналти. Возможно, я что-то не до конца знаю, но я точно знаю, что пеналти всегда влияют. Есть у них равные счеты, по очкам все одинаково. И у кого-то есть пеналти, человек, у которого больше нарушений, определенно проиграет схватку. То есть... Вроде бы не очевидно, как влияет пеналти на схватку, но ее лучше не иметь, особенно если на табло все одинаковое. Лайерсио работает снизу. Очень гибкий открытый гард у него. Самир левым коленом перешагивает одну ногу, пытается отключить ее. Сейчас будет правым коленом пытаться сделать проход не слайса. Никуда не торопится Самир, держит спину прямой, чтобы не закинулись треугольники и прочие болевые удушающие. Хотя посмотрите, сейчас демонстративно Самир Шантра четыре пальца внутрь штанина засовывает. Вот правую руку он держит... Да, мы это видим очень хорошо. С точки зрения АБДЖФ, определенно запрещенное действие. Как я понимаю, в ACB это не является запрещенным действием. Нужно еще раз будет пробежаться по регламенту правил ACB, за что даются пеналти и как они влияют на поединок. Но я точно могу вам сказать, что, по всей видимости, это абсолютно разрешенное действие, потому что Лайерсио никак не реагирует на этот запрещенный захват Самир. Очень демонстративно перед судьей пользуется, не боясь ничего. Лайерсио использует левую ногу, вставляя ее в лапел соперника. Перекидывает за счет нее вес Самира через себя, но не удается ему подняться заработать два балла. Пока что счет ничейный. Самир не спеша идет к центру ринга, подозревая, что немножко начинают кондиции подздавать, уже начинают дышать, уставать. И в такие моменты, конечно, спортсмен считает, что лишняя пауза вовсе бывает не лишней. Тоже является вторым данным черного пояса под джиу-джитсу Самир. Соответственно, он минимум 6 лет ходил с черным поясом. Третий данный это был, он уже ходил 9 лет. То есть, вы вначале спросили, существенно ли влияет на навыки данные. Нет, они на навыки никак не влияют, данные просто дают возможность ученикам увидеть, насколько у них опытный тренер. Скажем, ты хочешь начать заниматься джиу-джитсу, но ты не знаешь, куда пойти. Ты знаешь, что там тренирует черный пояс, а ты знаешь, что там тренирует черный пояс. Где-то парень черный пояс только получил, а где-то он четвертый дан. А, четвертый дан. Значит, он уже как минимум 14 лет занимается джиу-джитсу. Извиняюсь, как минимум 14 лет является черным поясом по джиу-джитсу. Али, я имел в виду следующее. Насколько данные, они объективно показывают уровень твоего мастерства? Нет, они объективно уровень мастерства не показывают. Они исключительно показывают, какое время ты проносил черный пояс с тех пор, как его получил. То есть, третий дан, второй дан, четвертый дан, это всего лишь вопрос времени. Не ваших навыков, не вашей техники и никаких-то заслуг или званий. Данные в джиу-джитсу даются просто по истечению времени. Смотрите, Лаерсио снова использует этот захват спайдергарда, использует захват ноги в бицепс, чтобы перекатить Самира через себя. Непонятно, почему судья говорит стоп. Ну, понятно, почему он перетаскивает их в центр татами. Единственное, мне казалось, они еще не выкатились и даже не дошли до черной зоны. Заканчивается тем временем раунд. Второй мы видим меньше, 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 50 секунд. Лаерсио очень хочет забрать два балла за свип. Самир благополучно каждую атаку начинает защищать, не рискуя, не пытаясь пройти гард. Лаерсио просто спокойно защищает каждую атаку, но тем не менее Лаерсио уже не в первый раз кладет Самира на его пятую точку и почти благополучно встает, забирает два балла. Но почти в джиу-джитсу ничего не значит, особенно в том джиу-джитсу, где нету преимуществ. Почти всего лишь пустой звук. Снова использует две ноги Лаерсио, чтобы выбить Самира из-под себя, но попадает чуть в плохую ситуацию, попадает на позицию лэгдраг. Лэгдраг – это позиция, когда верхний, обе ноги соперника складывают в одну сторону, как сейчас пытался сделать Самир. Пять секунд до конца раунда, я думаю, не удастся все-таки Лаерсио заработать свип. Заканчивается второй раунд, заканчивается он в ничью. И пока что, по истечении двух раундов, Самир Шантры побеждает в этой схватке. Первый раунд он выиграл 10-9, второй раунд у нас ничейный. И, как не в первый раз за сегодняшний вечер, все решится именно в третьем раунде. Очень популярный вот этот вот рефери-фейс, так называемый, у джиу-джитсеров. Как только один человек делает пулгард, ты делаешь какое-то резкое якобы движение, которое, по твоему мнению, должно было принести тебе 2 балла за тейкдаун, и такой взгляд на судью кидаешь, когда типа, ну что, где мои 2 балла? Обращаешь внимание. Да, обращают они внимание. На сегодняшний день это очень-очень популярно. Все думают, что каждый раз, когда кто-то сделал на них пулгард, это их 2 балла, которые они заработали. На самом деле, чтобы сделать джиу-джитсу тейкдаун, ну, нужно чуть демонстративнее делать его, собственно говоря. Хватать ноги, валить, проявлять инициативу в переводе соперника сверху вниз. А не то, что именно когда соперник решил под вас прыгнуть, вы просто хлопнули ладошками по его ляжкам. По бедру, я бы так сказал. По бедру. Начинается третий раунд. Саммер очень не спеша к нему подходит. Моргает так, как будто у него выпала линза. Первая минута, как обычно, у нас отводятся стойки. Мы ничего сверхдинамичного не увидим. Ну, возможно, какой-то мега крутой тейкдаун. Но, опять же, вряд ли. Я обратил внимание, что вот уже третья схватка у нас сегодня подходит к концу. Не было ни одной попытки провести амплитудные броски из арсенала классического дюдо. Ну, во-первых, мне кажется, пока что, да и в принципе сегодня вечером... Нет, нас ждет один очень хороший мастер дюдо. Это Клаудио Колосанос. Но пока что сильные мастера дюдо, в принципе, не появлялись на телевизоре. На экранах. На экранах. И поэтому, мне кажется, у нас не удается увидеть вообще никаких тейкдаунов. Не то, чтобы даже амплитудно красивый бросков. Связано это с тем, что предпочитают эту технику не применять? Да, я думаю, что предпочитают не применять, потому что она все-таки энергоемкая, энергозатратная. Это не слишком просто сделать, завершить тейкдаун. Плюс половина дюдоистских амплитудных бросков так или иначе связана с тем, что вы отворачиваетесь от человека лицом, как бы отдаете спину, и зачастую это очень рискованно и плохо кончается в джиу-джитсу. То есть представители бразильского джиу-джитсу не любят отворачиваться спиной, даже при исполнении таких дюдо-шных вариантов тейкдаунов. Это можно заметить при борьбе у Эрбета Сантоса, у Рудольфа Вьера. Они практически лицом смотрят вас и делают тут же спину с колен. Лаерсио начинает снова снизу, прыгает гард. Была попытка треугольника, но Самир ее быстренько счистил. Сейчас он правой ногой завязал ласо гард. Левая нога у него в Делариве, и сейчас старается выдумать способ, как перевернуть Самира и заработать очки. Глубокая Деларива у нас хватает за лапел. Сейчас будет в левую руку свою лапел передавать, скорее всего. Такое проверяет, все ли хорошо у тебя с рукой. Да, вроде говорит, хорошо, можно продолжать работать. Выбивает его, находит способ дисбалансировать Самира, но пока не находит способ подняться и забрать свои два балла. Лаерсио Фернандес. Как бы в полупозиции, в полусвипе он уже положил Самира вниз. Самир лежит, осталось только встать самому и не дать встать Самиру. Но это, наверное, самая сложная часть задачи, касаемо свипа. Помимо того, что вам нужно положить соперника, находящегося в вашем гарде вниз, вам нужно встать еще и самому. Самир пытается сделать болевой на ногу, так известно, как Ахилл. Попадает 50-50 гард. Если сейчас Лаерсио сможет встать на правое колено, он может. Он заберет два балла за свип. Должен получить два балла сейчас. И схватка переходит, собственно говоря, в ничью. Если это произойдет. Вот если сейчас все так закончится, то у нас как будто бы будет ничья. Самир глубоко-глубоко завязал себя 50-50 гард. Помимо того, что левую ногу завязал Лапелу, так еще и из-под ноги соперника левой рукой схватил эту же самую Лапелу. Изолировав любую возможность динамики проявить себя. Ну, у Лаерсио абсолютно идентичный захват. Здесь сейчас будет много борьбы именно левыми ногами, так как у них именно левая нога попала 50-50. И сейчас они будут решать, чья левая нога сильнее. Самиру, наверное, нужно попытаться вернуть свои два балла, потому что сейчас при работе с 50-50 он является гардером. То есть у нас всегда есть человек, который играет гард. То есть выполняет защитные действия, защищается. Выполняет не совсем защитные действия, это даже атакующие действия. Гардер это человек, который сейчас работает снизу. Человек сверху это как пас-гардер, то есть человек, который должен пройти гард. Сейчас Самиру нужно перевернуть Лаерсио, положить его вниз, встать, он получит два балла за свип. И тогда уже он будет сверху, и он станет пас-гардером. Его задача будет пройти гард. Соответственно, Лаерсио сделал свип, получил свои два балла. Следующая задача, которую он должен выполнять с точки зрения бразильского джиу-джицу, это пройти гард Самира. Но это сделать ему не удается, тем более, что Самир свипует его обратно, получает свои два балла. Я не вижу правую руку Суди, но я так понимаю, она поднялась и дала два балла Самиру. Да, есть два балла, мы видим. Да, ровный счет, два-два, Самир, по всей видимости, выигрывает эту схватку. Остается 18 секунд, Лаерсио хватает вторую штанину правой рукой. И, возможно, все-таки он сможет сейчас выбить с баланса Самира и встать. Остается 10 секунд, Самир просто уже держится, правую руку плотно упёр в мат. Никуда он кувыркаться не собирается. Осталось 3 секунды, я думаю, поединок закончится. Всё, заканчивается поединок, раунд заканчивается лечейным результатом. И Самир побеждает благодаря тому, что выиграл в первом раунде. Ждём объявления официального результата. Тяжёлая такая трудовая победа Самира. Не удалось ему проявить много из своего арсенала. В основном забирал очки и спокойно дохаживал раунд до конца. Самира является финалистом Грам-при ACB в лёгком весе. В Москве последний... А, в Ноги, извиняюсь, он боролся с Августом Мендесом. Все четыре раунда первых он выигрывал. И в пятом раунде попался Августом Мендесу на гильотину. И, собственно говоря, проиграл в титльном поединке. Хотя всё шло к тому, что он должен был стать чемпионом ACB науки в лёгком весе. Три-четыре-четыре раунда. Пойтки вступают. По очкам побеждает Самир Шантры. Не оправдались мои прогнозы. Я думал, у Леер всё получится чуть больше себя проявить в кимоно. Но, как видите, Самир и в кимоно себя чувствуют прекрасно. Не хуже, чем в Ноги. Браулю и Стима его поздравляют. Самир. Послушаем, Браулю. Самир. Очень хорошо контролировано, подтвердивая хорошую фазу, что вы выигрываете, что вы выигрываете хорошую борьбу в ACB. Как вы чувствовали, борьбу на гаду Леерсу? Он так эффективный, так explosивный, так быстро. Как вы выигрываете? Это четвертый раз я выигрываю. Он меня умер два раза. В 8 лет назад я смогу умерть его, последний ГП. И теперь я очень рад, что только Бог знает, что я прошу. Чтобы быть здесь. Вы знаете, много вещей происходящего. Когда я взяла борьбу, я не знал, что я смогу сделать. Но я просто говорю, Бог, моя женщина, моих тренировок, моих семья. Спасибо, Лукас, тоже, за поддержку меня, за поддержку меня. На выходе и все. И так же, это просто чудесный день. Самир, это всегда хорошо видеть вас борьбу. Вы улучшаете каждый день. Вы приходите сюда и увидите вас, чем выиграете. Если вы не здесь, чем вы играете, вы работаете как реперия. Мы все уже видели, вы должны были проводить много трудностей в жизни. Но вы выставили на улице и сделали нам отличный показ. В последнее минуте, вы приехали на 50-50, а потом он выиграл, и вы не думали о том, что это. Вы уже давали свипы, вы ожидали вернуться? Вы помните, что он никогда не взял риск? Никто не знает. Поэтому я взял риск, потому что я уверен, что я победил. Вы выглядите очень уверен, мой друг. И очень хорошенько для следующего матча. И я увидел вас снова. Дай еще один раз! Замья Шантрей!